2018 год, ну не то чтобы закончился, остался еще целый месяц, но я сомневаюсь, что за этот месяц компания Xiaomi выпустит какой-то хитовый смартфон, хотя чем черт не шутит, Xiaomi может выпустить что угодно даже завтра, но я решил уже подвести некоторые маленькие итоги и составить собственный рейтинг смартфонов Xiaomi за 2018 год, скажем так, топ 5 смартфонов Xiaomi 2018 года, мне было бы интересно услышать у вас, какой лучший смартфон Xiaomi вы считаете был вот в этом году вообще лично для вас, сегодня мы расскажем вам про лично мои 5 любимых смартфонов Xiaomi, начнем мы с 5 места и доберемся до первого места, возможно первое место многих удивит, потому что вы наверняка считаете, что там будет какой-то очевидный смартфон, а на самом деле, ну наверное это будет не так, поэтому начнем с 5 места, погнали! Итак, на пятом месте у нас смартфон, который появился в информационном поле как вспышка и исчез, и они знают почему, то есть к этому смартфону мало привлекали внимание Xiaomi Mi Max 3, огромный смартфон с гигантским дисплеем, который работает на процессоре Snapdragon 636, до сих пор есть большое количество людей, которым жизненно необходим максимально огромный смартфон, Xiaomi каждый год предоставляет вам такую возможность купить Mi Max по доступной цене, сейчас он в Алло даже стоит что-то около 8000 гривен с копеечкой, не помню точную стоимость, чтобы вас не обманывать, она может меняться, вы посмотрите по ссылке в описании к этому видео. Но мне кажется, что Xiaomi Mi Max 3 это достойный смартфон среди всей плеяды устройств компании Xiaomi, чтобы оказаться в нашем рейтинге на пятом месте, а учитывая то, что вообще в этом году Xiaomi выпустила почти 20 или 21 смартфон, оказаться на пятом месте это достойная награда. Mi Max отличный смартфон, если вам нужна крутая лопата, обратите на него внимание. Четвертое место, один из самых моих любимых смартфонов Xiaomi, но это не самый популярный смартфон в принципе, Xiaomi Mi Mix 2s, это один из самых дорогих смартфонов. Mi Mix, мне кажется, это вообще топовые смартфоны у Xiaomi. И самый мой любимый Mi Mix был Mi Mix 2, который создавался вместе с популярнейшим дизайнером Филиппом Старком. Самый красивый смартфон Xiaomi, по моему субъективному мнению, за все время самый красивый. Да, там были конструктивные особенности расположения камеры снизу, они в принципе и остались, но он прикольный. Mi Mix 2s, Mi Mix 2 очень хороший смартфон с огромным экраном, и это один из первых смартфонов, который показал миру и рынку в принципе безрамочность. Форм-фактор безрамочности, к слову, именно с концепциями Mi Mixа, компания Xiaomi приходила к Google. Многие могут этого не знать, но одна из первых компаний, которые пришли к Google с показаниями какими-то безрамочности, была компания Xiaomi. Они подавали заявку на то, чтобы ребята в Google, в прошивке, сделали нормальную поддержку безрамочных смартфонов. Первый раз Google им отказала в этом, сказала, что ну как бы да, окей, но не сейчас. Позже произошел повторный запрос, и этот повтор был осуществлен вместе с компанией Samsung. Уже тогда Samsung и Xiaomi подали одновременно заявки, об этом даже говорится в некоторых логах компании Google, что да, действительно, Xiaomi и Samsung повлияли на быстрое появление поддержки в Android безрамочных смартфонов. Так что в какой-то мере Mi Mix это олицетворение безрамочных устройств, в принципе, среди Android смартфонов. За это большое спасибо. Но в этом году Mi Mix 2S, чем меня порадовал? Именно с этого смартфона началась история про крутые камеры в смартфонах Xiaomi. Мне кажется, это очень важно. Именно с этого смартфона началась обкатка крутой камеры, которая фотографировала хорошо днем, фотографировала хорошо ночью. Даже в моем инстаграме вы можете посмотреть фотографии, сделанные, по-моему, в Пекине мы их делали, на набережной. Очень красивые фотографии ночью мы делали на Mi Mix 2S. Я был прям в восторге от того, как камера с искусственным интеллектом отрабатывала ночью. Третье и самое спорное место в нашем рейтинге занимает Xiaomi Mi A2, смартфон на чистом Android. Многие люди в этом году склонялись к тому, что Mi A2 мог бы быть и получше. Он мог бы стоить подешевле и мог бы работать побыстрее. И зачем вообще туда добавили эту монобровь, этот смартфон? Частично я соглашаюсь с такими аргументами, частично не соглашаюсь. Но на третье место Mi A2 попал по одной простой причине. Это лучший камерафон за свои деньги. В своем бюджете около 200 долларов Mi A2 фотографирует невероятно круто. Вот невероятно круто, со мной может согласиться, наверное, любой блогер, который держал в руках этот смартфон и пытался сделать на него фотографии. Mi A2 в плане камеры прям топ. Чистый Android это тоже приятно, хотя мне кажется, что все-таки MIUI 10 и MIUI 9 оптимизированы гораздо лучше, чем чистый Android на тех же смартфонах Xiaomi. Но это моя, как бы, такая, знаете, субъективная информация и восприятие скорости работы. Кто-то может с ней согласиться, кто-то нет. Поэтому на третьем месте Mi A2. Смартфон на чистом Android с обалденной камерой. Второе место Xiaomi Mi 8. И многие скажут, нихрена себе, если у него Mi 8 на втором месте, кто же на первом. Ну вот дождитесь этой информации. Я думаю, не стоит объяснять, почему Mi 8, в принципе, идет среди лидеров, среди самых лучших смартфонов, потому что это устройство, которое комбинирует в себе максимальное количество технических характеристик и возможностей за минимальную цену. Да, он похож на iPhone челкой. Ну, кто сейчас не похож на iPhone челкой? Многие похожи на iPhone челкой и задником. Он неплохо фотографирует. У него классные технические характеристики, неплохой экран. И главное, тактильное ощущение этого смартфона действительно на высоте, потому что он стеклянный, металлический, холодит руку. Это, можно сказать, премиальный смартфон от компании Xiaomi. К тому же, интерпретация этого смартфона вышла большое количество. С разными техническими характеристиками на любой кошелек. С разными внешними видами. И прозрачный смартфон, и Pro-версия этого смартфона со сканером отпечатка в экране. То есть, вы можете купить себе флагман в разных ипостасях. Это очень клево. Поэтому Mi 8, да, действительно, это удачная попытка Xiaomi сделать опять флагманский смартфон за разумные деньги. И переходим к первому месту. Как вы думаете, кто? Ну, давайте, свои предположения. Подумайте. Сейчас многие, наверное, скажут, что... Покафон. Нет, не Покафон. На первом месте Xiaomi Redmi Note 5. Лучший смартфон компании Xiaomi в 2018 году по соотношению цена и качество. Это народный смартфон без моноброви, в классическом дизайне, с хорошим временем автономной работы, с приличной камерой, с достойным железом среднего ценового сегмента. Просто великолепный смартфон, который мы разыгрывали, обозревали, с которым ходил лично я. Я думаю, сейчас огромное количество людей согласится с тем, что Redmi Note 5 это просто золотая середина в 2018 году, если вы хотите купить себе надежный смартфон за минимальную стоимость. Металлический корпус, долой вот эти вот все стеклянные задники. Упадет, разобьет, асвальд, ничего с ним не произойдет. Это великолепный смартфон, который продавался во всех магазинах, во всех конфигурациях и в разных странах просто невероятными тиражами. Этот смартфон будет актуален еще и в 2019 году и будет обновляться очень долго. В общем, Redmi Note 5 это просто народный смартфон и мне кажется это самое удачное решение, что делала Xiaomi за этот год. Он появился очень рано, в начале 2018 года, тогда появились в принципе первые Redmi за разумную стоимость и мы говорили, что вот это цена, вот это вообще классное соотношение. А потом появляется Redmi Note 5 и все просто такие, а что же вы делаете, зачем вы предыдущие Redmi выпускали, я бы не покупал, если бы знал, что выйдет Redmi Note 5. Да, так многие сидели просто и у них чесались руки, я с ними солидарен. Redmi Note 5 это великолепный смартфон. Да, я знаю, Pocophone незаслуженно не вошел в этот топ, но у нас был топ 5, мне приходилось между чем-то выбирать и ограничивать свой выбор. Я могу сказать так в послесловии, в подскриптуме. Pocophone тоже достоин вашего внимания. Да, многим не нравится то, что он пластмассовый, много критики было в адрес этого смартфона, но черт возьми, за те деньги, за которые Xiaomi делает этот смартфон с такими техническими характеристиками, с такой обалденно адаптированной оболочкой, я напоминаю, что Poco Launcher немножко отличается от MIUI, он переработан, там по-другому происходят некоторые процессы, иногда даже быстрее, чем в Mi 8. Pocophone остается за рамками, но мы все равно на него обращаем свое внимание, я считаю, что у этого смартфона есть большое будущее и зазор наперед, и выйдет Pocophone 2, они исправят какие-то недочеты у этого устройства, но в целом это действительно Master of Speed. Друзья, я жду вас всех в комментариях к этому видео, составьте свой собственный топ-5 смартфонов Xiaomi 2018 года, а я посмотрю, сходимся мы во мнении или нет. С вами был Иван Лучков, канал Allo, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, на наш новостной телеграм-канал, там постоянно розыгрыши и своевременные новости. Пока!